Жителям поселка Искатели могут перестать подвозить питьевую воду. На подъездах жилых домов в рабочем поселке не так давно появились объявления о том, что в скором времени подвоз воды прекратится. Эта новость вызвала массу возмущений и негодования. Гудок водовозки и люди с ведрами. Такая картина жителям Искателей вполне привычна, ведь из кранов течет техническая вода. Питьевое население поселка испокон веков набирает либо из водоцистерны, либо из колодцев, расположенных в черте Наринмара. Вот и Лидия Степанова, которая уже 40 лет живет в поселке Искателей, бесценную жидкость на водовозке набирает очень редко. Многие жильцы, у многих жильцов там кто-то есть, возят воду с Сахалина, подвозят все. И я не знаю, как говорят там, как они будут решать, сколько кто кубометров, когда будет брать. Мне тоже, у меня зять возит эту воду, и я не собираюсь за что-то платить. Тем не менее, по словам муниципалов, одна треть населения все же пользуется услугами водовозов. Они и пришли на собрание с представителями поселковой администрации. В конце июля новость о том, что питьевую воду возить больше не будут, прогремела, как гром среди ясного неба. Люди возмущены. Они исправно платили управляющим организациям за подвоз воды. На встрече с населением представители поселковой администрации пояснили, предпринимателю, который непосредственно занимается обеспечением населения водой, стало невыгодно поставлять жизненно необходимую жидкость. По словам замглавы постсовета Николая Литвина, субсидировать затраты предпринимателю искательская администрация больше не правомочно. Эти, раньше, до прошлого года, эти затраты администрация поселка компенсировала. Теперь, в силу введения в действие с 1 января этого года закона округа, номер 95 ОЗ, все полномочия по обеспечению, в частности их водоснабжением, перешли в округ. То есть это уже не наши полномочия. Мы, фактически, мы уже не имеем права воду, скажем так, субсидировать, компенсировать все вот эти затраты. Впрочем, по словам предпринимателя, который обеспечивал население поселка питьевой водой, никто ему ничего не субсидировал. Анатолий Прищепов продолжать подвозить воду не может потому, что управляющие компании задолжали ему порядка 2,5 миллионов рублей. В конце апреля даже была такая ситуация, что бизнесмену нечем было заправлять технику, поэтому два дня водовозки не ездили вообще. Анатолий Порфирьевич ходил и выбивал свои же заработанные деньги из службы заказчика. Мужчине тогда выдали около 20 тысяч на топливо прямо из кассы предприятия. Нам же надо существовать и выживать. Надо и ГСМ, и запчасти на машину. Задолженность на самом деле большая. Вот с чем мы боремся. Что-то ходим, прямо просим, чтобы чего-то выплачивали. А вот все-таки воду-то продолжат пока жителям искателей возить? Я считаю, что лучше нас эту работу никто не сделает. Мы этой работой занимаемся с 2005 года. Но у нас не было ни жалоб, ни нараканий, ничего. Мы стараемся, чтобы не было никаких сбоев в работе, чтобы каждый день люди были с водой. Администрация Ниньского округа на эту ситуацию предложила следующий выход. В законе об окружном бюджете в целях сдерживания роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги предусмотрена поддержка коммунальщиков, в том числе оказывающих услуги по подвозу воды. Любое юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, естественно, за исключением государственных и муниципальных учреждений, оказывающие услуги населению, коммунальные услуги населения, в том числе и по подвозу воды, то есть вправе рассчитывать в случае возникновения ситуации, когда у них в результате государственного регулирования возникнут недополученные доходы, вправе возместить данные расходы. Жители, в свою очередь, заявили, их не волнует бюрократический пинг-понг, им нужна вода. Представители администрации поселка предложили заключать индивидуальные договоры на подвоз воды в каждую квартиру с расчетом 634 рубля 47 копеек за кубометр. Как муниципалы собираются отслеживать, кто сколько наберет воды, непонятно никому.